Всем приветик! У меня уже утро началось с АТБ и не только. Забрала вот свою посылочку с iHerb. Еще хотела вам показать новый маникюрчик. Я сделала новогодний вот такой красный с блестками. Ой, у меня такие руки сейчас на морозе просто. Сегодня было 10 градусов мороза с утра. Что я хотела сказать. Вот это мой цвет. Знаете, у меня был нюд до этого. Кстати, прошу прощения за голос. Немного приболела. У меня просто пропал голос. Вот уже как бы восстанавливается. Нюд вообще не мой цвет. Я его не видела на ногтях. То есть он мне вот бледный. Я поняла, я не люблю. Я люблю яркие ногти и решила сделать так как год красного быка. У меня все красное, тем более, чтобы подходило под новый год. Так что сейчас иду, буду вам показывать, какие же покупочки в АТБ я сегодня сделала. А перед этим несколько акций я вам записала. Мандарины по 28, креветки по скидке 99,90 и хотела снять вот этого ежика садочек. Итак, я уже дома. Небольшая такая покупочка у меня получилась на два чека, потому что фарш я взяла отдельно. Значит, давайте с него и начнем. Это фарш своя линия взяла попробовать. Хотя нет, я уже его раньше брала попробовать, да. Домашний охлажденный. Я буду делать, наверное, тефтели. Попробую. Написано 100% свынына. Вот такой вот фарш. По скидке сейчас 50 гривен 60 копеек. Мясная лавка на пивофабрикат охлажденный. Так, дальше, что я взяла? Конфеты шарм. Сейчас по скидке очень хорошая вещь. 14 гривен получилось по 129,90. Они легкие, они выгодные вообще. И сейчас скидка, поэтому вообще вдвойне выгодно брать. Вроде бы 114 грамма довольно много их получилось, потому что они вафельные, легенькие. Я думаю, вы знаете, какие они. Дальше. Сейчас сырки вот эти по скидке. Золотой резерв дружба. 90 грамм. Они просто дорогие. Они стоят 14 с чем-то, да. До 15 гривен без скидки. Сейчас стоят 9,50. Это пойдет, скорее всего, в омлет или в салат. Куда-нибудь. Еще хотела сказать, вот это очень вкусные сухарики киевские. Я вам покажу. Они очень такие поджаристые, с изюмом. Как бы так их показать. Вот. Очень обалденные. Не зря они стоят 20 гривен, потому что есть дешевле. 20 гривен 90 копеек. Вот эти именно я советую. И зефир Жако. Обычный, классический. Не могу сказать, что всем его люблю, но более такой. Не захотела брать шоколадные все печенья и так далее. В общем, все. Мы на диете. Так. Это у нас 27,90. 27,90. Почему? Раньше очень любила этот зефир. Сейчас он стал очень сладкий. То есть, если бы он был вот такой, как раньше, не сильно сладкий, не сильно приторный. Вот такой какой-то более нежный он был. А сейчас для меня Жако испортился. Но это лучше, чем... Не знаю. Не знаю альтернативы. Конечно, альтернатива это Рошеновский. Но Рошеновский возле меня магазинов нет. Я там бываю редко в магазине. А из таких, которые в обычных супермаркетах, то, конечно, Жако это более проверенная марка, чем брать какую-то другую. Все. Получилось это у меня на 73,10. Вот такие вот на сегодняшний на утро товары. И будем сегодня готовить тефтельки. Так. Сейчас мы вместе с вами приоткроем. Что у нас тут пришло в Эхербе. Вот сколько всего интересного. Ну, а тут, правда, не все мое. Здесь заказ. Так что смотрите, скоро выйдет видео. Что для себя взяла, что не для себя. Кстати, сегодня день Екатерины. Я себе, видите, вот такой вот подарочек сделала. И хочу поздравить всех Екатерин, которые меня смотрят. С нашим праздником, с нашим Днем Ангела. Всем вам желаю здоровья, счастья, любви, энергии побольше. И с тобой всего самого-самого света. Итак, друзья, сегодня будем готовить тефтелье из вот этого фарша из АТБ. Еще раз прошу прощения за голос. Значит, буду стараться говорить как-то внятно. Что нам нужно? Я уже все подготовила. Сейчас я просто буду смешивать все ингредиенты. Это очень удобно, если у вас нет комбайна, или вы не хотите его доставать, мыть. Если у вас нет чем перемолоть все, вы делаете все таким образом. Я сейчас смешаю фарш. Дальше я сварила рис. Он у меня такой разваристый получился. Можно не доварить. Можно даже некоторые сырую. Но я сырой рис не добавляю. Я уже готовый. Я потерла морковь и порезала лук. Вот таким образом. И я думаю, что одного яйца будет достаточно. Фарш. Буду все это замешивать. Конечно же, соль, перец, приправы по вкусу, которые вы хотите. И будем сейчас замешивать. И потом нужно ему дать настояться хотя бы минут, ну не знаю, 15-20 минимум. Чтобы все вместе смешалось и приобрело, скажем так, вкус и одну однородную консистенцию. Так, все смешала. Вернее, все засыпала в миску. И сейчас буду перемешивать. Все, я смешала. Теперь будем ждать где-то 20 минут и готовиться к обжариванию. Я буду отдельно обжаривать и потом делать соус и тушить их в соус. Я буду обжаривать тефтели на вот этом масле оливковом из сельпо. Я им очень-очень довольна. Моя лолива. Всем советую. Но практически без запаха мне очень нравится. Когда я была уже в следующий раз в сельпо, очень жаль, его все разобрали. Поэтому я не смогла купить еще. Поэтому если будет по акции или просто увидите, то, конечно же, берите его. На нем жарить мне очень-очень нравится, что не остается никаких дополнительных, знаете, привкусов, запахов. И оливковое масло. Вот меня спрашивали про пользу, да. Кто сказал, что оно полезней? Нет, оно не полезней. И по пользе оливковое и подсолнечное масло, я думаю, что практически равны. То есть оба этих масел, да, они полезны. Разница в том, что когда при жарке, при высокой температуре, к сожалению, подсолнечное масло выделяет много, скажем так, не очень хороших веществ. Вредных веществ. И вот оливковое масло, оно тоже выделяет вредные, но немножко меньше, чем подсолнечное. Поэтому, как бы, советуют жарить все-таки тоже на оливковом масле. И я поэтому тоже выбрала его лицо. Так, тем временем я вторую партию дожариваю. Я просто чуть-чуть обжариваю их, потому что буду, получается, сушить. Буду делать соус, буду протушить. Поэтому они должны быть полусыры. Только с двух сторон обжарить. И достаем. Сегодня у нас будут снова яблоки в тесте из теста, из АТБ своя линия. У меня просто другого нет, оно осталось в морозилке. Я решила его использовать сегодня. И хотела сейчас показать вам яблоки, которые самые лучшие подходят для запекания. Вот такие яблоки. Это называется сорт снежный кальвин. Они желтые. Чем подходит этот сорт? Если вы его увидите, то я вам советую купить, потому что это яблоко, которое лучше всего пропекается. Оно мгновенно практически превращается в такое пюре, знаете. И оно идеально подходит для запекания. Потому что если вы возьмете твердый сорт яблок, то тесто у вас будет уже готово, начнет гореть. А внутри яблока будет дуб-дубом. А здесь, получается, оно мгновенно превращается в пюре. И так как тесто слоеное готовится быстро, то это идеальные яблоки для вот такого вида запекания. Итак, делаем соус. У меня томатной пасты нет, осталось еще чуть-чуть кетчупа и соус. Вот такой вот я буду использовать. Можно любой, который у вас есть. Это будет наш вот такой вот соус для тефтели. Соус я начинаю готовить с обжарки лука. Можно добавить морковь. Но так как саму морковь я добавила в тефтели, то сюда я уже не добавляла. Добавляю воды и добавляю 2 столовые ложки муки, чтобы соус загустел. А также столовую ложку соевого соуса. И вот такой наш соус готов. Приятного аппетита! Всех благодарю за внимание. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. И встретимся завтра. Пока-пока!